Всем привет! Сегодня мы с вами вновь затронем тему пропалестинских демонстраций в Германии Чего хотят эти люди, чего они добиваются, какими путями и способами они стараются идти к этой цели Я вам уже говорил в одном из последних видео, что в Берлине на прошлых выходных прошла одна пропалестинская демонстрация Которая, к сожалению, переросла в массовую драку между вот этими вот демонстрантами Органами правопорядка и людьми, которые вышли против этой демонстрации, тоже на свою демонстрацию С одной стороны, по первому пункту, можно объяснить, почему вот эти вот люди выходят на такие вот демонстрации Будь то в защиту Палестины или, к примеру, в защиту халифата, вернее, за создание халифата Или в защиту Сирии и так далее, и так далее Мы живем в первую очередь в демократическом государстве, где каждый имеет право на изъявление своего мнения На высказание своего мнения, на свою точку зрения И может это высказывать в общественных местах Но с одним маленьким таким вот отступлением Если его мнение не идет в разрез с конституцией страны, в которой он проживает Тогда с его мнением будут считаться Он имеет полное право его высказывать Если же он призывает к свержению власти или к уничтожению какого-то государства То это уже называется не высказывание своего мнения А открытый призыв к свержению власти Открытый призыв к геноциду Что и является под текстом всех вот этих вот пропалестинских демонстраций После того, когда Израиль заявил открыто, что они уничтожили одного из главарей Хамаса Участвовавшего в подготовке вот этого вот кровопролития 7 октября прошлого года И этот хамасовец спрятался в школе, прикрываясь детьми и взрослыми как живым щитом Он был уничтожен, но тут же все мировое сообщество начало кричать о том Что вот какие плохие солдаты Цахал Они уничтожили целую массу невинных, ни в чем не повинных людей Умалчивая о том, что этими людьми прикрывался главарь Хамас Который уничтожал людей По его указке шли террористы и уничтожали людей Это почему-то массовые средства информации умолчали Ну так вот эти пропалестинцы, которые выходили на демонстрацию в Берлине Устроили сильнейшую драку с полицией Устроили драку с простыми прохожими С жителями, которые вышли против них демонстрировать И что самые отвратительные Не пособники, а симпатизанты вот этих вот пропалестинских демонстрантов Начали действовать уже открыто То есть в гимназии в Берлине, в районе Тиргартен В гимназии была на выходных подожжена серверная С целью саботажа в первую очередь Во вторую очередь в знак солидарности с палестинским народом И в знак поддержки чаяний палестинского народа Почему я говорю так-то? Потому что на стенах вот этой гимназии Кстати, в гимназии несколько месяцев, несколько недель назад Закончили окончательный ремонт по обновлению здания Как снаружи, так и внутри И что сделали вот эти вот симпатизанты вот этих пропалестинцев Они черной краской, огромными буквами намалевали на стенах следующее Бренд газа, бренд Берлин То есть, если по-русски, горит газа, будет гореть и Берлин И подожгли большой контейнер с вот этими тряпками Которые технички отправляют на стирку в прачечную Этот контейнер стоял на улице, чтобы приехала машина в понедельник И забрала его и привезла чистый Вернее, контейнер с чистым материалом, с тряпками и так далее Так вот, подожгли этот контейнер, он загорелся И что и самое интересное, этот контейнер поставили под окном серверный И в саму серверную тоже забросили горящих тряпок Там было открыто окно, приоткрыто окно В конечном итоге, после того, как пожарники приехали, потушили этот пожар Теперь уже эта гимназия на несколько дней была просто-напросто выбита из графика обучения Из-за того, что в серверной сгорела вся компьютерная аппаратура То есть на несколько дней не могли ни ученики, ни учителя пользоваться онлайн-литературой Онлайн-источниками в своих, допустим, занятиях По той же истории, по географии или по информатике У управления школы и также у следователей прокуратуры есть подозрения, кто это сделал Но пока ведется следствие, они, естественно, в интересах следствия, эти имена не называют Тем более, что, скажем так, подозрение падает на учеников старших классов этой гимназии Которые буквально за пару недель до вот этого поджога Кричали, что нужно начать радикальные меры по спасению Палестины Бегали с флагами по школе и требовали остановить государство Израиль Которое пытается локализовать вот эту вот раковую опухоль на Ближнем Востоке Нужно уничтожить агрессора, нужно помочь всем палестинцам И нужно сжигать точно так же школы и здания здесь в Германии Так, как это делает Израиль там в секторе газа Вот тут вот этих учеников, которые такие высказывания делали Их, естественно, дирекция школы вызвала, скажем так, на ковер С ними поговорили и сказали, что если они и дальше будут себя вести вот именно таким образом Они ставят под вопрос окончание своей вот этой гимназии, окончание учебного процесса То есть их могут просто-напросто отчислить или выгнать, потому что поддерживать какое-то государство Или поддерживать какие-то народные массы вы можете, но не устраивать акты вандализма Это совершенно две разных вещи Так вот, по поводу вот этих вот пропалестинцев Никто не спорит, да, они могут выходить на мирные демонстрации Так же, как выходят люди в поддержку Израиля Они могут выходить на мирные демонстрации Они могут высказывать свое мнение И для чего это делается В первую очередь, такие демонстрации проводятся вот этими людьми Я сейчас отвечаю на некоторые комментарии в общих чертах Смысл которых сводится к одному А какого вообще, какого рогатого вы разрешаете там в Германии проводить такие демонстрации Так вот, я объясняю вам В любом государстве могут проходить такие вот демонстрации Допустим, в поддержку, к примеру, какого-то другого государства или другого народа С какой целью? В первую очередь, чтобы привлечь внимание общественности И потом внимание политиков То есть, почему так? Потому что если общественность обратит на это внимание В среде этой общественности начнется брожение умов А так как правительство не хочет, чтобы в стране были беспорядки Оно будет прислушиваться к общественности И стараться более-менее выполнять хотя бы на 30% все требования Которые общество выставляет этим политикам Поэтому такие вот демонстрации и направлены на то Чтобы сначала привлечь внимание общественности Которая начнет бурлить и требовать от своего правительства Угомонить или вот этих вот Или угомонить агрессора, к примеру, в кавычках Но! Есть одно но! Когда в правительстве сидят люди Имеющие хороший провизион от продажи оружия Не важно, какой противоборствующей стороне Сильной или слабой Террористам или защитникам Эти люди будут против окончания конфликта Когда в правительстве сидят люди Которые не понимают Что вот эта вот раковая опухоль На Ближнем Востоке Она просто обязана быть локализована И если вы не хотите ее Скажем так, раковую опухоль иссечь То нужно постоянно подпитывать организм лекарствами Для того, чтобы он мог с этой опухолью вороться То есть для тех, кто не понимает, о чем я говорю Если вы хотите завоевать какое-то государство Не обязательно на него нападать Достаточно этому государству Принести что-то свое экономическое Что-то свое политическое Внести в это государство свою культуру Все, через несколько лет это государство Ну что, через несколько лет это грубо Через пару десятков лет Это государство само по себе исчезнет Потому что оно будет полностью пропитано Вашей культурой, вашей политикой Вашим языком, вашими интересами Это современное общество Война уже не нужна Война не нужна Тут все ведется несколько иначе Так вот, такие политики не хотят Чтобы террористов уничтожали Таким политикам, наоборот, интересно И на руку, когда там, на Ближнем Востоке Существует такой вот очаг воспаления Временами переходящий в вяло текущий конфликт И раз в пять, в десять лет Вспыхивающий, как вулкан Пожирающий тысячи жизней В первую очередь Безвинных, ни в чем не повинных людей Поэтому Проходят такие демонстрации здесь В поддержку вот этих С требованием Поддержать бедных палестинцев И Успокоить Израиль Но многие не хотят Понимать того, что Израиль просто-напросто Защищает себя Защищает свою территорию Для многих Сегодня Вот кто, к примеру Кстати, есть такие люди, которые Он только сегодня проснулся Что? Там что-то случилось? А когда это было? Вот люди просто выпадают из реальности Не знаю, почему Они, может быть, живут в своем мерке Или работа Или еще что-то Может быть Может быть Ни телевизор, ни радио Не слушают, не смотрят Газет не читают И вот тут вдруг Кто-то им говорит Это знаешь? Что там вот В секторе газа 7 октября Террористы выпустили по Израилю Свыше тысячи ракет Взяли очень много людей в заложники Многих людей поубивали Сжигали Снимали это на видео Показывали это в сетях Да вы что? Не может этого быть Есть такие люди До сих пор Есть И когда такие люди попадаются На таких людей Когда они попадаются Именно на таких И рассчитана вот эта вот Лживая пропаганда Средств массовой информации Которые проплаченные правительством Проповедуют Насилие со стороны Израиля В отношении Бедных палестинцев Но Вот эти вот палестинцы Которые прилетели сюда Лет 40 50 А то 30 назад Из Ливана Из Бейрута Вот этого Из самой Палестины Бежали сюда Уже выросло целое поколение Таких же палестинцев Как свои родители Которые нигде не работают Не хотят работать И не будут работать А зачем работать Если есть социальная помощь Если есть немцы Которые за тебя работают И оплачивают Твое проживание Вы не хотите в это верить Вот вам сейчас Анекдот Как раз в тему Приехал один Эмигрант Из Ирака В Германию Ходит по Берлину Ему Ну Получил разрешение Приехать На работу Скажем так Это анекдот Не забывайте Это анекдот Идет Гуляет Смотрит Красота Идет по Александр Плац Удивляется Радуется Всему Такая чистота Такая красота Люди ходят Все тихо Мирно Ни войны Ничего И он думает Надо же как-то выразить Своё Лояльное отношение К вот этой стране Он подходит К одному Мужчине И говорит Простите пожалуйста Я плохо говорю По немецки Я приехал из Ирака Я так благодарен Немецкому правительству И вам Немецкому народу За то что Мне разрешили сюда Приехать А этот человек Секундочку Я не немец Я турок Да Извините Сконфузился Ну бывает Идет дальше Смотрит там Какая-то женщина Думает Ну подведу сейчас К этой женщине Хоть ей Выскажу свои слова Благодарности И подходит К этой женщине И начинает То же самое Здравствуйте Так и так Я эмигрант Из Ирака Я приехал В эту страну Страна разрешила Мне сюда приехать На работу Я так счастлив Что здесь В этой стране Меня приняли Я так рад Она Простите Но я Не немком А кто вы Я итальянка Извините Еще сильнее Сконфузился Идет дальше Тут смотрят Стоят Молодые люди Разговаривают Между собой Он По немецки Подходит Здравствуйте Привет Вы знаете Я вот Я приехал Из Ирака Я эмигрант Я хотел бы Выразить Слова благодарности Немецкому государству И немецким людям За то Что мне позволено Здесь жить И работать И выражай А вы что Не немцы Нет нет Мы не немцы Мы из бывшей Югославии Мы из Сербии Он так Свои смотрит А где же тогда немцы А немцы Так немцы Все на работе Это был анекдот По теме Почему Многие Мигранты Или вот эти вот Беженцы Особенно Палестинские Не хотят Работы Потому что В государстве Есть много Людей Которые Десятилетиями Вкалывают Платят налоги И из этих налогов Выплачиваются Социальные пособия Вот этим вот Беженцам Вот этим вот Демонстрантам Бегающим по улицам С флагами ИГИЛ С флагами Вот этой вот Иордании И кричат Что нужно сделать то Нужно сделать это Нужно создать Государство Халифат А вы Ребятушки Не думали о том Что вместо того Чтобы создавать Государство Халифат Вы бы лучше Подняли свои задницы И пошли где-нибудь Работать Хотя бы Легально работать Не чернушить А именно Легально работать Чтобы не зависеть Ни от арбезамта Ни от социала Ни от кого Не зависеть Это же намного проще Намного лучше Намного легче Так жить Когда за тобой Не ходят Нибераторы Из арбезамта Каждые 2-3 месяца Ты обязан Предоставлять им Бумаги о том Что ты Где-то вербовался На работу Но тебя не взяли Или из социала Каждый раз Когда тебе говорят Тебе не надоело Еще получать Социальную помощь Ты уже 35 лет Здесь живешь И еще ни одного дня Не работал Ну если кому-то Это нравится Кому-то это устраивает Вот так они и живут Вот так они и живут А теперь уже Эскалация этого конфликта Вот это вот То что там идет Идут боевые действия В секторе газа То что сейчас Ливан напал На севере На Израиль Средства массовой информации В Германии Молчат Они молчат об этом Две недели назад Только сказали Что Ливан Нанес ракетный удар По северу Израиля Один раз И все А то что Ливан Постоянно сейчас Запускает ракеты В сторону Израиля Вот этот Хезбалла То что Израиль Воюет сейчас Скажем так На три фронта Против террористов Против террористов В Газе Против вот этих вот Ливанских Боевиков И против Ирана Об этом Молчат Почему-то Средства массовой информации Умалчивают Для чего это делается Ну наверное Кому-то выгодно В правительстве Чтобы у нас В государстве Здесь в Германии Проходили такие Демонстрации Которые Ставят перед собой Цель Кричать За поддержку Палестины И так далее И так далее Ну что же Что же вы делаете Уже многие Политики Высказывают Открыто Своё Недоверие Скажем Вот у недоверия Министру Внутренних дел Нэнси Фезер Потому что Она Вот закрыли Буквально недавно Один Как они говорят Рехтс экстреме журнал Журнал называется Компакт Он существовал 14 лет И там Пишут Разные статьи Но Последнее время Эти статьи Скажем так Уходили Немножко В ультра Правую сторону То есть Националистские Статьи Журналистам Надоело смотреть На то Что творится В стране И они начали Как говорится Рубить правду матку Так вот Этот вот журнал И его Главного редактора Журнал Закрыли Запретили Посчитали его Ультраправым Экстремистским А редактора Закрыли Пока Естественно Описали всю Оргтехнику Этого человека Дома И конфисковали Так вот Нэнси Фезер По телевизору Когда выступала Она с такой Гордостью Говорила Что этот журнал Такой Сякой Ультраправый Мы не допустим Что в нашем государстве Было такое брожение умов Поджигатель Там То есть Подстрекатель Подстрекатели Поджигатели И т.д. Но после этого Ее выступления Многие политики Высказали ей Свой вотум недоверия И сказали Нэнси По-моему Твоя политическая карьера Уже подошла к концу Хватит Уходи Освободи место Действительно Компетентным людям Которые знают Это дело И знают Как решать Эти проблемы Вместо того Чтобы закрывать Какой-то журнал Лучше бы Она закрыла Границы страны Через которые Свободным потоком Прут Вот эти вот Нелегальные Мигранты Скрываясь Под Легальными визами В фальшивых Паспортах Многие Об этом знают И она тоже Об этом знает Но почему-то Она не принимает Никаких мер Наоборот Она идет Тропой Ангела Меркель Как Ангела Меркель Говорила Мы справимся Ну вот Она вот так Она вот так Держала ручки Говорила Мы справимся Это тоже считает Что мы справимся Да нифига Мы то справимся А вот как ты Если твоя голова Полетит С этого политического Поста Куда ж ты денешься Чем ты будешь Хотя она будет Ничем она не будет Заниматься У нее уже будет Пенсион 10 тысяч евро В месяц Просто так Только за то Что она несколько лет Побыла вот этим Министром внутренних дел Побыла в правительстве Все Законы здесь Такие Обычный простой Гражданин Должен фигачить 45 лет Чтобы получить Свою пенсию 1200 1400 евро А вот эти вот Граждане Которые Не всегда Дружат со своей головой Им достаточно Простите 4 года В парламенте Чтобы потом Пожизненно До самой пенсии Получать 10 А то и 15 Тысяч евро Просто так Просто так За то что Они выставляли Себя клоунами И Выставляли Страну На посмешище В глазах Мирового сообщества Вот как например Этот Хабик Наш министр экономики Или его подруга Аналена Бербок Бербок Хорошо Бербок Но мне привычно Бербок Бок-бок Как вот она Вот выставляет Себя и страну На посмешище Или как Хабик Ляпнул Что вот Конечно Да Что Финал Чемпионата Европы Был Напряженным В финале Встретились Испания И Англия Но С его стороны Было бы Более напряженным Окончание Финала Чемпионата Европы По футболу Внимание Если бы В финале Встретились Голландия И Нидерланды Роберт Ты с головой Дружишь А чувак Хоть сам то Понял Что сказал Это сказал Наш министр экономики Можете смеяться Открыто Можете Хохотать Можете Гоготать Но Это ничего Не изменит Потому что Когда в правительстве Сидят вот такие люди То Знаете Вообще Поражаешься Как Как наша страна Еще существует Как она не рассыпалась По примеру Советского Союза Как она не рассыпалась Потому что Вот Допустим Бавария Это Свободно Определяющаяся Земля То есть Что это значит Это значит Что если Сенат Баварии Ландтаг Баварии Примет решение Выйти из состава Германии Начнутся диспуты Немецкое государство Это акцептировало При создании Современной Германии Если К примеру Такое Произойдет Но Исходя из Экономических И внутриполитических Вот этих вот Дрязг Переделов И так далее Вряд ли Когда-то Такое Произойдет Вряд ли Когда-то Такое Будет Но Тем не менее Когда Люди Выходят На демонстрацию С требованиям Создать Государство Халифат Им просто Можно сказать Граждане Вот Пожалуйста Езжайте В строго Мусульманские Страны Там действительно Халифат Там шариат Поживите там Посмотрите Как оно Понравится Оставайтесь там Если вас там Примут Не понравится Приезжайте сюда Но не вздумайте Больше открывать рот По По теме Создания Государства Халифат Так же Вот эти вот Бегают с флагами Эти Блин Палестина И Ордания Бегают с флагами И кричат Создать Государство Палестина От Красного Моря До Веки И Ордан А что же Вы тут Бегаете Там Нужны Люди Там Нужны Как бы На фронте Вот эти вот Зольдаты Вперед Туда Что же Вы тут Бегаете Как мне Кто-то Сказал Я Когда-то На Фейсбуке Написал Что-то Комментарий К одному К одной Публикации И мне Одна Женщина Написала Конечно Родину Любить Лучше Издалека Это она имела ввиду Россию А я ей тогда Сразу же написал Вы знаете Я к России Не имею никакого Отношения Кроме русского языка И то я Разговариваю На русском языке Потому что Так мне проще С вами Входить в коммуникации Чтобы вы меня понимали Если я буду с вами Разговаривать К примеру На немецком языке Вы меня не поймете Поэтому Поэтому я говорю С вами На русском языке Я его Когда-то Говорю Учил В школе Поэтому Я с вами Разговариваю На русском языке Но К России Я не имею Никакого отношения Я не патриот России Я не патриот Украины Тем более Объясняю Почему Потому что Вот это Правительство На Украине Которое Ввело Ввергло Страну В глубочайшую Экономико Политическую Пропасть Путем Вот этих Вот Внутривоенных Конфликтов А теперь Уже Вот этой Войны На территории Украины Такое Правительство Не заслужит Никакого Доверия Со стороны Народа Те кто смог Те убежали С деньгами Причем Убежали Простые люди Вынуждены Были давать взятки И они бежали С пустыми руками Кто с одной Воськой Кто с чемоданом Но они бежали А вот эти Вот богатые Приехавшие сюда На Мерседесах На Мазерате На Феррари Даже были Здесь На крутых Теслах Они побежали Дальше Потому что Здесь им сказали Извините Вы Слишком много Хотите У вас под окном Стоит Лендровер А вы требуете Социальную помощь Рожа не треснет Вот продайте Лендровер Поживите На эти деньги Когда вы их Проедите до конца Тогда мы вас Поставим на Социальную помощь И вот эти вот Люди побежали Дальше Кто побежал В Канаду Кто в Америку Это уже не наши Проблемы Пусть с ними Там разбираются Дальше Здесь остались Простые люди Но среди простых Людей тоже есть Те которые Работают А есть те которые Не хотят работать Не хотят работать Я сам знаю Некоторых Которые по три раза Сдавали экзамен На немецкий язык И не сдали его Но тем не менее Ходят по улице Свободно разговаривают В немецком языке Они специально Тупят Для того Чтобы и дальше Получать Бюргер Гельт Это вот так вот Коротко Об Украине Я не патриот Украины Я не патриот России Я не патриот Советского Союза Потому что Советского Союза Уже нет А раз нет Той страны Значит и патриотизм Сошел на нет Я патриот Той страны В которой я живу В которой я родился Родился я в Германии Это для тех Кто впервые Об этом слышит Вот так вот В принципе Я хотел вам Рассказать Сегодня только Об этих Палестинцах Об этой Демонстрации В поддержку Палестины И о том Что делают Эти симпатизанты Уже начиная Поджигать Здесь в Германии Школы Гимназии Для того Чтобы Ввести Страну В хаос В беспредел Только потому Что там На Ближнем Востоке Тоже Творится Бардак Вот такие Вот были На сегодня Новости Не забудьте Подписаться На канал Поделиться Видео С друзьями Оставить лайк Свои адекватные Комментарии Нажать на колокольчик Чтобы всегда быть В курсе событий И если кто Желает Стать спонсором Нашего канала Поддержать Его дальнейшее Развитие Милости просим Или Кур-коды Или Под каждым Видео У нас Идут Ссылки Кликайте На ссылочку И переходите На страницу Доната Всем удачи Пока